План нации – путь к казахстанской мечте. Правопорядок и законность. Суть второй реформы – обеспечение прав и свобод граждан, строгое исполнение законов и укрепление правопорядка. Принят новый Гражданский процессуальный кодекс и новый закон о Высшем судебном совете. Внесены необходимые изменения в Конституционный закон о судебной системе и статусе судей, Уголовно-процессуальный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. Законодательно предусмотрен жесткий механизм отбора кандидатов к суде и высокие квалификационные требования для них. Чтобы сделать процесс назначения судей прозрачным, Высший судебный совет стал автономным госучреждением со своим аппаратом, расширенный его состав и полномочия. С целью сокращения сроков принятия судебных вердиктов система правосудия вместо пятиступенчатой станет трехзвенной, остается только первая апелляционная и касационная инстанции. Залы судов оснащаются аппаратурой, аудио и видеофиксацией без возможности приостановить или редактировать записи. Принят закон, предусматривающий решение всех вопросов пенсионного обеспечения судеб. Создается местная полицейская служба, подотчетная местным органам власти и сообщества. Предусмотрено создание системы общественных советов и иных консультативно-совещательных органов по рассмотрению жалоб граждан на действия полицейских, нарушающих этические нормы. Будет создан интернет-портал, куда будут оперативно вноситься все уголовные правонарушения по стране. Улучшение пенитенциарной системы должно проводиться в рамках развития государственно-частного партнерства. Будут комплексно развиваться социальная реабилитация и внедряться стандарты специальных социальных услуг для граждан, отбывших наказание. Суть реформы судебной системы. Судебное жюри при Верховном суде будет рассматривать жалобы граждан на действия судей и в случае нарушения представителями судейского корпуса этического кодекса, который также будет принят. При Верховном суде будет создана специализированная коллегия для рассмотрения споров, в том числе с участием крупных инвесторов. В рамках уголовного процесса должен быть обеспечен баланс между обвинением и защитой в судах, в том числе на досудебной стадии. Будут исключены возможности оказания влияния со стороны председателей казахстанских судов на принимаемые решения других судей. Дальнейшее развитие получит Институт частных судебных исполнителей с поэтапным сокращением участия государства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова